девочки раскроила продублировала полностью полочку бачка и полностью спинку в жлете на подкладке дублирую все детали полностью как я уже сказала я не дублирую спинку до уровня лопаток я работаю так чтобы вещь конкретная имела свою форму такие нюансы как видите ткань мы здесь взяли жаккард с направленным рисунком в одну сторону при раскроет ткани при раскроет изделие с такими тканями что вы должны учитывать во первых направлении рисунка во вторых рапорт рисунка то есть чтобы вот если вы начинаете кроить вот у вас низок начинается от определенного места на рисунке и так вот у вас все вот это должно выдерживаться по всему изделию то есть чтобы у вас не было никакой лестнице вот вот у вас идет 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 все все четко чтобы например вот как эта ткань у нее ширина метр двадцать четыре или метр двадцать шесть но турецкие ткани у них все время узкая ширина у них пляшет может быть метр тридцать пять метр двадцать метр сорок у них вот так вот и смотрите вот я в первую длину в одну ширину я выложила спинку и бачок у нас подрезной бачок и нагрудная вытачка вот остаточная вот я в общем выложила спинку и рядом бачок во вторую длину я выложила уже вот центральную часть полочки то есть вот если я как начинал от определенного рисунка да также я вот и полочку когда уже кроила выше я выдержала опять это же направление рисунка в определенном месте чтобы все смотрелось гармонично и симметрично рапорт рисунка здесь у нас где-то сантиметров 8 поэтому вот когда вы работаете с такими тканями и если например клиент у вас пришел увидел где-то ткань вы должны все вот это расспросить какой рапорт но это конечно очень сложно с клиентами на эту тему разговаривать потому что они просто люди в этом не специалисты да вот и вы при расчете расхода ткани сколько например человеку купить вы должны вот этот рапорт учитывать и потом в дальнейшей обработки еще будет же обрабатываться но здесь вот я не знаю я и все-таки дала припуск на подборт может мы все-таки сделаем жилетку с воротником вот мне почему-то хочется жилет воротником тут сделать вот и потом в дальнейшей обработке вы должны учитывать подборт подкраивать именно уже вот от этого рисунка тоже чтобы у вас все было совмещено то есть вот эта работа с жаккардовыми тканями с таким вот рисунком она требует все-таки внимание предельного внимания чтобы было у вас все четко конкретно красиво чтобы не было вот этих вот волну в рисунке как говорится как легло так и под краю нет здесь такое не допускается так что все собрала жилетку на примерку буду ждать клиентку так что еще хотела сказать что еще хотела сказать а что использовала на дублирование в этот раз использовала не стекло этот не нефтекамские господи хотя сказали комску клеву дублерин нити прошивной флизелин нити прошивной вот потому что чтобы изделие не было сильно жестким с флизелинчиком она такое мягенькое этот флизелин клеится очень хорошо хорошо держится на вещах на изделиях так что мне вот нравится с ним работать так что все ждем клиентку примерка будет завтра хотели сегодня но я не успевала она мне позвонил и мы с ним на завтра перенеслись так что изделие как бы подготовлены к примерке завтра примерку сделаю и покажу что дальше